всем привет меня зовут егоров алексей я являюсь специалистом по приему приемной комиссии института интеллектуальных кибернетических систем не я умифи и сегодня мы обсуждаем программы в магистратуре обсуждаем возможно чуть более простым языком возможно не вдаваясь в детали ну чтобы было у вас сформировался общий спектр вариантов общий спектр того чем это может отличаться и какая-то картина и вы смогли легче принять выбор заранее прошу прощения у всех ценителей искусства за неточности в этом ролике нет задачи распрочитать для вас крутую научную лекцию вот именно здесь и сейчас на занятиях это пожалуйста а моя задача по простому пояснить в чем же разница на этой диаграмме вы можете видеть что направление подготовки института интеллектуальных кибернетических систем разделены на три крупных блока это компьютерные науки в целом компьютерные науки это информационная безопасность и это искусственный интеллект вот в рамках этих трех блоков все программы так или иначе и действуют информатика учительная техника это компьютерные науки в широком смысле 40 мест программной инженерии это искусственный интеллект 41 место и информационная безопасность это информационная безопасность это 77 мест информационная безопасность преподается на четырех кафедрах и соответственно есть четыре различные программы для у тех кто хочет учиться в магистратуре плюс еще есть и в тэп и там есть еще программа но он не относится к иксу поэтому о нем я не рассказываю вот из четырех программ что мы можем про каждую из них сказать наверное самое популярное с точки зрения выбора людей это программа безопасность данных и криптография 42 кафедры почему так это потому что и в бакалавриате учатся только на 42 кафедры и соответственно выпускников у этой кафедры по итогам длительного цикла гораздо больше за время своего существования потому что понятно что выпуск бакалаврский он больше чем выпуск магистрский долгое время было так сейчас понятный набор даже сейчас набор на самом деле такой что нет сейчас уже не так но какое-то время явно была ситуация в которой бакалавра был явно больше ну короче из-за этого это популярная кафедра ничего плохого просто не имею просто говорю что это важный фактор когда вы смотрите на общую конструкцию почему идут на 42 кафедру потому что это известная очень большой историей долгоживущая кафедра первая кафедра по ибо собственно там изучают собственно классическую информационную безопасность и все ее различные аспекты и крипту и иб и реверс и вебчик в общем все что нужно теоретическая и практическая криптография кафедра номер 41 это специальная кафедра это очень важно отметить как и 43 у нее есть некоторая специфика она неплохая и нехорошая но в рамках ролика ее обсуждать бессмысленно соответственно на этой кафедре идет акцент на изучение математических и практических инструментов связанных с криптографической защитой на 43 кафедре проводятся работы по физическому обеспечению и проверке информационной безопасности соответственно сложная тема с инфобезом так прокручиваю в голове думаю что сказать понимаю что ну надо быть немного осторожным но если знаете так перейти в уровень шпионской игры про джеймса бонда и стрельбы из пистолетов то эта история про то что как вот направляете лазер на человека и слышите что он говорит ну вот примерно в этом духе только противодействие подобной активности это 43 кафедра ну и 44 кафедра здесь все просто это очень большой очень деятельностный сектор связанный с непрерывностью информационной безопасности в бизнесе в банковской сфере транзакции безопасность транзакции как это работает в общем там целый ворох проблем и обращаю ваше внимание что если вы не являетесь гражданином российской федерации то поступить на 41 42 и 43 кафедру вы не можете в магистратуре в бакалавриате на 42 кафедру поступить можете если вы иностранец в магистратуре нет ну такая специфика давайте не будем углубляться почему дальше информатика и учительная техника ну здесь все просто есть программа связанная с с высокопроизводительными вычислениями и программа связанная с компанией твел ну собственно компот в в рамках программы с твелом обучается до 10 человек 10 ну может быть 12 у них есть аспекты программы проходящие как не уме фи так и в твеле и они готовятся для решения конкретных задач цифровизации атомной отрасли в первую очередь в рамках топливного дивизиона госкорпорации русатом а программа 12 кафедры которая связана с высокопроизводительными вычислениями это программа такого магистрального общего уровня углубления в компьютерной науке если вы смотрели ролик с бакалавриатом мой я сомневаюсь что вы как бы поступать магистратуру но тем не менее то вы в курсе что 12 кафедра это кафедра который готовит специалистов широкого профиля вот и магистратура в этом смысле это углубление этого уровня это серьезная глубокая подготовка которая расширяет горизонты представления про компьютерные науки в целом то есть вот она разница на 12 кафедра если на информационной безопасности разница в направлениях действительно есть общие вопросы там криптография банки физическая защита то здесь общая программа которая расширяет горизонты компьютерных науках и специальная подготовка по твел там ничего криминального извините вот там просто специфическая история третье программная инженерия здесь есть одна кафедра и три направления учебный план составлен так что в принципе поступив на любую из программ вы можете выбирать пытаться выбрать курсы из других направлений но магистральную разницу надо уловить собственно какая разница первое это работа с большими данными базы данных специфичные базы данных и очень большие данные еще более большие данные второе это работа с интеллектуальными системами экспертными системами диалоговыми системами речью там зрением далее и третье это это разработка программного обеспечения и функциональное программирование то есть специфический вариант программирования это я шел если что снизу вверх вы выбираете направление выбираете программу, конкурса между программами. К слову, вот я показывал вам три слайда. Конкурса между программами нет. То есть вы можете выбрать любое направление, в ней выбрать программу, и завтра, вот например, на программной инженерии все могут пойти учиться на программную инженерию и большие данные. Все. Ну, значит, на других программах не будет обучающихся. Никакого конкурса между программами нет. Ну, и еще есть важное уточнение. Существует очно-заочное обучение, платная магистратура, когда вы учитесь по вечерам. В принципе, программы, которые я представил до этого, могут проходить как днем, так и утром, так и вечером, в зависимости от расписания. А вот эти программы только по вечерам. Ну, и срок обучения здесь еще дольше, это только платные вещи, ну, и, соответственно, обучают они примерно тому же, но только по вечерам, и, соответственно, это поменьше, там, это для тех, кто работает, кто хочет повысить квалификацию, в общем, пользуйтесь, если хотите. Важно просто не путать очно-заочное обучение и очное. Очно-заочное это по вечерам, это более сжатая программа. Очное это более сильная программа, но может быть и днем, и утром. Важная особенность магистратуры и ваше преимущество при поступлении в НИАМ-ИФИ это возможность собрать свою проектную команду уже с первого дня обучения в магистратуре. Вы можете предложить первокурсникам свои темы для исследований и работать с этими первокурсниками в течение года, или семестра, или даже двух лет, это не проблема. Они вам помогут наработать материал, помогут с написанием статей, помогут с проведением экспериментов. Вы сможете получить публикации, которые вместе с ними сделаете, и так далее. Короче, это дополнительные рабочие руки, которые крайне заинтересованы в том, чтобы осваивать ту область знаний, которой вы занимаетесь каждый день на обучении или на работе. Крутая история, которая позволит налаживать вертикальные связи между различными поколениями мефистов прямо во время учебного процесса и формировать команды, которые станут драйверами развития института кибернетики и всего НИАМ-ИФИ. Вот такая история. Поступайте, это крутая штука, всячески советую. Я работаю сам со студентами, со школьниками, и это реально меня развивает. Ну, собственно, наши соцсети, традиционный слайд. Выбирайте направление, задавайте вопросы, где хотите, выбирайте любую соцсеть, пишите, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на инстаграм, на ВК, там есть чат ВК, в котором разговаривают друг с другом магисты. В общем, мы ждем от вас вопросов, запрограммируйте свое будущее вместе с нами. До встречи в НИАМ-ИФИ.